Всем привет! Сегодня мы снова продолжаем разговоры о новостях из мира ножей и, как вы уже поняли, ножевые новости снова в деле. В первую очередь я хочу показать вам кота, потому что в прошлом выпуске был косяк, и кот был не тот, который должен был быть. Кота прислал Зузамот. В России прошла выставка Arsenal 2014. Фотки, как всегда, по ссылке под видео. А в США прошла выставка NRA, которая не славится обычной презентацией ножевых новинок. Но я, например, для себя узнал о таком бренде, как Koei Knives. ЗТ выпустили свой 350-й Build Like a Tank с новой расцветкой клинка Tiger Stripe. Компания Microtec выпустила интересную новинку Venom Tech. Это реально большой автоматический нож. Ребята из Blade HQ сделали несколько прекраснейших роликов, как если бы этот нож рекламировали по ТВ. Ну и, конечно же, прекрасный слон. Купи два ножа Venom Tech по цене двух ножей Venom Tech. Гербер показали свой новый нож под названием Gerber Kitchen Knife. Ну и новый мультитул. Раньше у Benchmade можно было сделать кастомную конфигурацию Гриптилиана. Теперь список расширился. Мини Гриптилиан, Бараш и еще несколько моделей. Ссылка, как всегда, под описанием. А теперь котятька. Котятьку прислал Альберт Добролюбов. Кстати, у Альберта есть интересный магазинчик в мужском клубе Альфа группа ВКонтакте. Теперь поговорим о китайцах. Китайцы добрались до Wicked Edge. А еще китайцы запилили очень похожие мультитулы на Лазерман. Но ведь все помнят 127 часов. Узнаете CRKT? Spider-Copolis теперь китайский. Ну и еще один небольшой мультитул. Кстати, скажите, на что он похож? А еще у меня к вам вопрос. Представим, что вы встретили, например, человека, который делает ножи. Что вы у него спросили? С вами был Петр. Ножевые новости. Выпуск 24. Лайкайте видос. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok